здравствуйте дорогие друзья в прекрасном расположении духа с очень хорошим настроением этой замечательной теплой компании я амир пулов и молодые театра песни амикс приглашаем вас на очередную встречу на очередной разговор по душам а в гостях у нас астемир апанасов астемир трудится в нескольких театрах также является солистом нескольких коллективов поэтому чтобы мне не ошибиться я сразу обращаюсь к себе астемир пожалуйста здравствуйте я работаю и сколько я получаю я работаю в театре жив это свой театр который мы организовали с моими однокурсниками единомышленниками потом играю в театре эстрады играю в театре сергея безрукова и еще есть четвертый театр где я принимаю участие это санкт-петербургский театр музыкальной комедии где играю роль чарли чаплина в бродвейском мюзикле чаплин это такая самая такая масштабная самая интересная роль пока в моей короткой жизни вот еще у меня есть две музыкальные группы этого стори мои однокурсники с ними мы ездили на фестивали во всемирном фестивале в шотландию и гастролировали во вьетнаме были вот еще у нас есть группа акапелла группа кофе тайм вот все основные мои такие работы есть еще какие-то мелкие подработки да там иногда участвую с большой разницы работаю иногда где-то еще подрабатываю где-то степ преподавал даже но в основном вот это все и еще параллельно пишу песни музыку ну не бог весть какие но потихонечку все потихонечку расту вот но вообще их миллионы ролей которых я еще не ну вообще самая такая роль которую я бы хотел исполнить я ее уже исполнил если бы не было уже лет 80 или 90 то я бы сказал что моя актерская карьера удалась я сыграл то что хотел это роль чарли чаплина потому что в ней есть все но я не знаю такой роли где можно настолько во всех направлениях проявить себя потому что там я и катаюсь на роликах и хожу по канату на высоте 4 5 метров потом поднимаюсь на 6 метров потом играю на скрипке есть драматический этот спектакль о его биографии и вот трагической судьбе как бы несмотря на то что это как бы во всем мире считается самый комедийный известный актер вообще у него достаточно трагическая судьба и мать сошла с ума отец умер от пьянства в общем такая и он рос в детдоме такая и у него было четыре жены и вот это все в одном спектакле от 8 лет до 87 лет его играем это очень интересные и песни там и танцы и и все мне кажется лучше этой роли трудно придумать для такого артиста как я потому что у меня эти все навыки есть в арсенале и петь и танцевать мать мать training Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 то, но чувство вот такой трепета и любви к своей родине, да, патриотизм это какое-то, это все слово, все равно какая-то гордость. Я вот хожу, я патриот. Ну, я патриот, да, но я просто очень люблю и сбережно к своей культуре, к своему, к своей земле отношусь. Вот. Какая передача называется «Разговор по душам», вернемся к душе. Мы сегодня не случайно женским составом АМИКСа тебя встречаем. Для начала хотел бы их представить. Аида Сенова, Ляночка Кумыкова, Диана Кушкова. И вначале ты немножко пошутил, как бы, про сына и так далее, а так ты парень холостой, абсолютно свободный, поэтому, девчонки, давайте разные вопросы. Давайте его... Мы решили, что девчонки тебя больше раскрутят на разговор по душам, поэтому таким составом тебя встречают. А вот такой у меня вопрос личный. Есть «Дама сердца»? Ну, песня там «Лиана», посвященная кому-то... Это уже пить. Да, вопрос про Лиану должен быть, так Лиана. Мало кто знать, что эта песня посвящена именно ей. Правда, я ее не знал тогда, когда я писал. Предчувствовал, наверное, да. Давай, хочешь под гитару, мы сейчас поем эту песню. Стою один. Может, здесь начнешь? На вышине вулкана. Для счастья маленькой Лианы Вулкан прожел на моем сердце раны Я жду в этих силах лишь одна Лиана. Аллах, поговори со мной на языке корона. Тебя услышать я готов поздно или рано. Аллах, поговори со мной, ведь я в тылу обмана. Скажи мне, Аллах, со мною будет ли Лиана. Скажи, пожалуйста, про роли уже был вопрос, а вот как рождаются произведения в коллективах? Это вот настолько классно. Я как коронник, мне очень это близко и каждый раз с особо удовольствием слушаю вот эти вот аккорды необычные, где-то вот как бы диссионирующие звуки. И в коллективе у вас, во-первых, все с музыкальным образованием. И скажи, вот как вы раскладываете, как разучиваете. Бывает такое, что вот отклонение, все в нотах разложено, вам предложили какую-то композицию, а вы как-то где-то переделали и так далее. Это допускается. Да, так всегда происходит. Ну, мы в оригинале никому не интересно петь что-то. Все равно хочется какие-то фишки придумывать. Где-то якобы пленку заживало, мы там сделали. То есть начинается там добавить битбокс, что-то усовременить, что-то это. Например, там в песне «Лучший город земли» мы со своей группой там ставили вставку «Биг Сити Лайв» песню, там какой-то такой «Айрен Би» группа. То есть где-то вот такие какие-то вставочки, чтобы мозг кривой, чтобы у людей так впразить. Неожиданно, что просто слышали. Слова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. «Биг Сити Лайв» «Биг Сити Лайв» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Высоку, да? Тесопан А, мы тоже, мы еще остаемся Еще пять, шесть, семь, восемь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Многие удивляются, ну, те, кто меньше там в музыке, там, акапелла вообще знает, что есть такой жанр, многие подозревают, что мы вообще выступаем под фонограмму, что где-то включается музыка, но хотя у нас никогда нет, у нас только вот, если в крайнем случае микрофоны, часто мы вообще без микрофонов поем, поэтому нас в чем-то упрекнуть очень трудно А сейчас очень большая популярность набирает этот жанр, и нолперам всяких, что отличает вашему мино-группу, может у вас какая-то особенность? Наша фишка? Да, но мы не похожи многим, чем, потому что, во-первых, у нас очень такая веселая команда, мы не просто акапелла-группа, ко всему мы подходим с юмором, то есть это либо пародии какие-то, да, там, мы, например, поем Майкла Джексона, там, мы делаем пародию на Майкла Джексона, там, голосом или движениями, потом мы очень, в отличие от многих групп, наша группа еще может танцевать, то есть мы, например, делаем ирландскую фантазию, и там я с девочкой, с моей курсницей, мы танцуем, они поют какую-то ирландскую музыку, а мы танцуем риверданс при этом, то есть мало кто из групп может там похвастаться этим, что бац, мы еще помимо того, что поем, еще и танцуем, как-то, в основном все статично, а капельная группа, как бы, акапелла-музыка не подразумевает какое-то там движение, шоу, но есть группы, которые вперед куда-то ушли в одном направлении, мы вот такое направление выбрали. А свои произведения, вот когда еще, второй вариант, кто первый слушатель? Папа, папа первый слушатель, и зачастую папа чересчур объективен, и это мешает, потому что, ну, хочется, чтобы он похвалил тебя, а он на корню обрубает, и руки опускаются сразу, ты вот, что-то вот только вот написал какую-то мелодию, ну, нормально, вот, например, ну, средненькая, средненькая, и все, а я, да, а, да. А потом, конечно, папа, ну, как бы, папа, ну, ты-то должен, нет, нет, папа, если не нравится, он скажет, что не нравится, если понравилось, то понравилось, вот, и папа для меня такой индикатор, нужно делать, не нужно делать, песню какую-то или нет, вот, несмотря на то, что у него нет образования музыкального, он написал очень много песен, которые многие композиторы удивлялись, а, это он написал, вау, какой молодец. Может, споешь, что это из папиного репертуара тогда? Из папиного репертуара? Я могу спеть из папиного репертуара. А что можно спеть из папиного репертуара? Папина любимая песня. Папина любимая песня. Папина любимая песня. Спасибо. Теперь проект «Давай пожелюсь». А у меня... Черное пятно моей жизни. Да? Ну, что я... Ну, как это произошло? А как это случилось? Кто на тебя надоумил? Пшш! Нет. У меня есть друг Мурат Калов, который очень талантливый режиссер, который попросил, многие там говорят, вот, хотели там прославиться или засветиться. Какой там засветиться? Неужели это тот проект, где можно засветиться или как-то вот добиться какого-то успеха через него? Нет, это такая чистая случайность, просто я как друг поддержал его, он позвонил, пойдешь, пойду, а он пошел просто, это первый канал, и он какие-то связи, знакомства там, кто-то его там посоветовал из знакомых, и он думал, ну, пойду там, может, с кем-то еще там познакомлюсь, проверю там. И мы пришли на этот шоу, давай поженимся, сели в эту кабинку, а невесту еще не видел никто. И потом уже Розася Битова там, она же тоже там смешная, этот голос, и она, а зарабатываешь сколько? А машины, а подарки любишь дарить? А цветы? И мы уже не можем, а это, конечно, все вырезает, снимает то, что мы как будто серьезные. И нам говорят, вот, скажите, вот, спросите, нравится она тебе там, да? И мы такие, ну что, нравится она тебе? И он такой, ну да, нормально. Хотя, ну, ты распирай, конечно, всего. И это такое, ну, скажем, нелепое попадание, я не скажу, что мы там сильно опозорились, да, но само попадание, мы там были не в тему. Вот жанр пародий, почему, вот, как бы, еще заняться этим? У нас случайно произошло, или как-то специально? Ну, я, на самом деле, с детства я делал какие-то пародии, там, и Галкин делал, когда он делал Ринату Литвинову, я вместе с ним повторял, как страшно жить. И делал всякие такие пародии, и все эти монологии я знал наизусть, и все. Потом в ГИТИСе у нас был такой раздел пародий на музыкантов, на артистов. И у меня, получается, так получилось, что все экзамены, это был мой творческий вечер. То есть, там, если у ребят было по две, там, пародии по три, то у меня было 10 пародий или 7 пародий, и они были между мной, чтобы я успевал переодеваться. Вот. Ну, я просто очень близок этот жанр, и очень так хорошо, ловко получается. В конце концов, я начал работать с большой разницей, шоу «Большая разница». Я не подписывал с ними контракт, поэтому я на экране не свечусь, вот. Потому что, если ты подпишешься с ними контракт, то ты обязан там с утра до ночи находиться, участвовать во всех этих пародиях, которые тебе не нравятся. Типа, нравится, не нравится, участвует. И ты вот с этим намазанным гримом идешь, непонятно кого делаешь. Вот. Но я частенько с ними выступаю, кастролирую, там, Казахстан, еще куда-то. Мне нравятся пародии. Ну, а сейчас что-нибудь изобразить кому-нибудь. Сейчас? Да ладно, что я пародист. Я вот именно, почему я еще не хотел засветиться, потому что себя зарекомендовать как пародиста, это значит убить себя как артиста дальше, то есть как вокалиста. Тебя не будут воспринимать. Будут воспринимать, нет, он Лепса там, да, там, я Лепсом продел, да. Я, кстати, недавно определил для себя положение рук, да, вот это положение рук Лепса, вот это положение рук Спайдермена, вот это положение рук Чаплина. У каждого какие-то свои особенности кистей, и это очень важно. Там кисти, если ты Ринат Литвинова, то у него такие кисти. Когда ты учился в ГИТИСе, ты был в мастерской Гаркарина. Да. И каждый мастер дает, он каждый по-своему подходит. И что дало тебе, что дало тебе учеба в ГИТИСе, и конкретно от Гаркарина, что ты получил, самое важное? Ну, самое важное, это то, что нас там научили учиться, продолжать учиться, когда ты уже закончил институт. Они же как говорят, мы не обучаем, мы вас не научим чему-то. Вы сами, мы вам даем возможность научиться, а вы сами можете. Не обязательно тот, кто закончил ГИТИС, многое умеет. Далеко не каждый вообще по профессии дальше идет. Многие идут работать в банке или там что-то еще делать. То есть, это все зависит от человека, захотел он научиться этому или нет. Там, скажем, у меня на курсе было два человека, которые просто занимались степом, научились степовать. Это я вот и мой друг, там, Андрей Гурский. Все. То есть, это есть вещи, которые там больше предрасположены. А так, Гаркарин, конечно, это поразительный человек, очень интересный, очень талантливый. И, наверное, он больше дал вот это мироощущение, комедийное мироощущение, которое всегда пригождается и в жизни, и на сцене, и в частности в подготовке к работе над ролью Чаплина. Вот эта комедийность, вот эта абсурдность, этот юмор, он очень хорошо в течение четырех лет в нас вдалбливал. Астемир, а вот ребята, наши ребята, выходцы из нашей республики, нашей малой родины, есть часть, которая обучается, есть часть, часть, которую закончила и Тудица, есть, которые состоялись с именем. Ты с ними общаешься? Да, со всеми, со всеми я общаюсь. Даже те, кто закончили, да, у меня есть младший такой, как сказать, на два года по курсу, Аскер Гербеков, он тоже учился в ГИТИ, тоже на эстрадном факультете. И вот мы до сих пор дружим, всегда приходят ко мне домой, он, Мурат Калов, тоже ГИТИ закончил. Мы играем в футбол на PlayStation ночами. Вот, потом я часто хожу, сейчас есть курс в Щукинском училище, или институте уже, институт имени Щукина, кабардинский курс. И я к ним часто хожу на показы. Последний раз я был на спектакле, у них называется «Черная бурка». И вот там уже, они, по-моему, третий курс уже, да? И там они уже, вот видно, прорисовываются уже актерские работы, уже полноценные, ну, состоявшиеся артисты. Мне кажется, это будет хорошее дополнение для кабардинских театров, для Кабардин-Балкарии вообще. Дорогие зрители, думаю, что разговор у нас состоялся, и он был на самом деле по душам. Да, нам всем очень приятно было здесь находиться в компании с этим замечательным молодым человеком, очень талантливым актером Астемиром Апанасовым. И если мы смогли кого-то из зрителей чем-то порадовать, если бы узнали что-то новое, нам безгранично, безмерно приятно. Здесь помнили что-то старое, тоже хорошо. Да, замечательно. Счастья, здоровья каждому дому. Спасибо, что были с нами. Счастья, здоровья каждому дому. Счастья, здоровья каждому дому. Счастья, здоровья каждому дому. Счастья, здоровья каждому дому.